МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как вы все знаете, вводится новая система обращения с твердыми коммунальными отходами. Согласно 89-му федеральному закону, с 1 января 2019 года вступает в силу так называемое рекоператорство. То есть на всей территории Российской Федерации, во всех субъектах Российской Федерации определены региональные операторы компании, которые будут заниматься в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. Ну и с 1 числа данная услуга становится коммунальной и выделяется отдельной строкой в платежных документах. До 1 числа эта услуга была включена в стоимость содержания помещения, ремонт. Она оттуда будет выведена, эта стоимость. И услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами, она будет отдельной строкой либо в едином платежном документе, либо будет единая квитанция отдельная непосредственно от МОСОБЛ ЕРЦ. И с 1 числа на все территории Вериной, так называемому Ногинского кластера, мы заступаем уже как региональные операторы. То есть полностью уже начинаем обеспечивать систему, скажем так, развивать, внедрять и раздельный сбор, в том числе на территории Ногинского кластера. Это утвержденная схема правительства Московской области, Министерством жилищно-коммунального хозяйства, Министерством экологии и природопользования Московской области, двухпоточная система сбора отходов, внедрение, скажем так, силами регионального операторства. Это синий и серый контейнера. Также это визуальное отличие с техникой, которая будет заниматься транспортировкой таких отходов. Также машины должны быть синие, либо серые и белые, соответственно, для твердых коммунальных отходов. То есть у нас и контейнерный парк очень крупный и закупленный, и работа ведется полномерно. То есть мы в данный момент также эту работу ведем по замене контейнеров, то есть приведению в соответствии с новыми, скажем, требованиями, нормами. Ну и также техника у нас, которая закуплена, она также оклеена специальными наклейками, которые визуально отличают машину. То есть сама система, она не подразумевает под собой смешивание этих отходов. То есть эти два контейнера будут вывозиться двумя разными машинами по двум разным графикам. Постановлениями и законами прописана ответственность за соблюдение, скажем так, нормы содержания контейнерной площадки, за которую отвечает балансодержатель территорий. То есть это либо управляющая компания, либо администрация, муниципалитет. В обязанности регионального оператора входит это предоставление контейнерного парка, то есть обеспечение контейнерами определенной, скажем, схемы цветовой серой-синий на контейнерных площадках, которая отвечает требованиям и нормам САНПИНА. И, соответственно, обеспечение транспортировкой этих отходов с мест накопления и последующая сортировка, обезвреживание, захоронение, утилизация. Если мы говорим по транспортированию отходов, то с нашей стороны, со стороны регионального оператора, конечно, все готово с объектами, которые будут задействованы в системе, скажем так, оборота твердых коммунальных отходов. Это предприятие по сортировке комплексы, по обработке и по захоронению отходов. У нас заключены договора с комплексом по сортировке отходов. Это компания «Комспецтехник», она находится в Лосино-Петровском районе, то есть сортировочный комплекс и предприятие по захоронению, соответственно, и также там есть большой крупный сортировочный комплекс, это полигон Тимохова. То есть у нас уже, конечно, определены маршруты, скажем так, потоки, куда, что поедет конкретно. Мы привлекаем компаний, которые отвечают, скажем, современным требованиям, тем требованиям, которые выставляет региональный оператор Министерства экологии и природы пользования. То есть это класс машин евро-4, евро-5, не ниже, то есть это минимизация выбросов вредных веществ в атмосферу, обеспечение техники системами ГЛОНАСС-слежения, то есть это полный контроль потоков, откуда, куда, какая машина поехала. Также, соответственно, машины, оборудованные установками под заднюю загрузку, под евроконтейнеры. ЛНТ. Одна компания, которая будет, она полностью закрывает потребности, скажем, по транспортировке отходов, те объемы, которые здесь образуются, она в состоянии с ними справиться. Мы с этой компанией заключили договор, и они будут обслуживать непосредственно Щелково. Вывоз твердокоммунальных отходов ежедневный, вывоз раздельно собранных отходов по определенному графику. Графики пока как бы формируются в зависимости от количества, скажем так, мест, куда будут установлены емкости, то есть контейнера для раздельно собранных отходов. Вот на сегодняшний день тариф, утвержденный, это 7 рублей 3 копейки, 7 рублей 3 копейки с квадратного метра. Единый тариф для всех. Есть инициатива по рассмотрению каких-то либо скидок, либо какого-то, в общем, уменьшения оплаты, но мы пока не можем об этом заявлять, потому что это не принято, не узаконено и, соответственно, пока еще не утверждено. Но инициатива такая имеется. А теперь, что касаемо льготы, вот я хотел еще добавить, так как это с 1 числа становится коммунальная услуга, соответственно, людям, которым такие льготы должны быть обеспечены, они будут представлены. Тариф не утверждает и не согласовывает региональный оператор. Это делает комитет по тарифам и ценам в Московской области, утверждает тариф. Что сюда входит в тариф? То есть это порядка 45% это транспортировка отходов, порядка где-то 47-48% это обработка отходов, то есть сюда входит и сортировка, и обезвреживание, и захоронение, и утилизация. И порядка где-то 5% это обслуживание договоров. Наша компания, она вкладывает собственные средства в развитие этой системы. То есть это наболевший вопрос, с отходами надо что-то делать. Конечно, раньше, может быть, стоимость данных услуг была значительно ниже для кого-то, может показаться, но зачастую людям было все равно, куда отходы везутся, и что с ними происходит. И они могли оказаться и в лесочке соседнем, и в овраге, и где угодно. И об этом никто не задумывался. И, соответственно, катастрофическая экологическая обстановка, с этим надо бороться. И для этого рекоператорство, собственно, и нужно. Несколько миллиардов рублей будут вложены в первые два года на строительство двух комплексов по сортировке отходов и по комплексу по переработке отходов. Если мы берем частный сектор, как я уже заметил ранее, с первого числа это становится коммунальной услуга. То есть каждый образователь отходов, он обязан заключить договор с ресурсопоставляющей компании. То есть в данном случае это региональный оператор компании «Хартия». Договора будут заключаться, скажем так, с счетами оферты. То есть жителям будут приходить счеты за оплату коммунальной услуги. И при оплате данной услуги он подтверждает согласие на заключение договора. Будет включаться в ту платежный, тот платежный документ, то есть компания которой на заключенный договор, и которая будет выставлять счет. То есть это будет в любом случае отдельной строкой идти. То есть это уже выделено будет. Это если с МОЗ «Энергосбытом», да, соответственно, да, от них будет так же идти, соответственно. То есть у нас заключены договора с компаниями. Касаемо вывоза, то что на сегодняшний день отсутствие контейнерных площадок, мы понимаем, что это как бы не единомоментный вопрос, так не решим мы его. И, соответственно, это, скажем, опять-таки, ну, нами и совместно с администрацией ведется полномерная работа по определению мест, где будет строительство контейнерных площадок, силы баланса держателя, то есть администрации. И те адреса мы будем добавлять в графики, и, соответственно, конечно, уже будет вывоз по графику. Очень много, да, вопросов у нас, очень, скажем так, договорная политика с ним не очень выстраивается, откровенно говоря. Но мы работаем, как я уже говорил, в рамках нынешнего законодательства для, скажем, определения тех, соблюдения тех требований, которые представители СНТ предъявляют региональному оператору, скажем так, мы должны поработать некоторое время на тех условиях, в которых мы заключаем договора, чтобы определить те, соответственно, рамки, в которые мы можем, допустим, уже переходить впоследствии. Все образователи отходов обязаны иметь договор. Наша компания всегда открыта, все уведомлены, соответственно, все в курсе того, что региональным оператором компании «Харти» становится. У всех есть образец договора, форма договора, это постановление правительства 1156. На сегодняшний день это в приоритете, эти объекты дошкольные, школьные учреждения, больницы, то есть процентов где-то на 85-90 уже заключены договоров, соответственно, куда вписывается и график вывоза, то есть и объемы, которые, в принципе, образуются по нормам накопления, неутвержденным постановлением. То есть, касаемо социалки, у нас все прям приоритетно здесь. Работа ведется по заключению договоров и с, скажем так, собственниками отдельно стоящих зданий, с торговыми центрами, то есть сетевые все объекты, с, скажем так, крупные представители бизнеса, также у нас договора уже заключены. Ну и эта работа ведется полномерно, то есть, в принципе, ну отходы будут все вывозиться, то есть, чтобы не было никакой там паники, переживания. Насколько я знаю, посевместно установлены емкости контейнера, не отвечающие ни по нормативу. То есть, ну, скажем так, искусственно создается вот это вот, скажем, перенаполнение зачастую. Не везде, хочу заверить. Но есть такое, что, допустим, если в сутки образуется с одного дома, который прикреплен к этой контейнерной площадке, грубо говоря, один кубический метр, то на этой контейнерной площадке может быть установлен контейнер 0,8 кубических метра. То есть, вот эти 0,2, казалось бы, но это вот как раз-таки пакетики, которые... Нет, нет, это именно мы берем про твердокоммунальные отходы. Это именно те пакетики, которые вокруг разбросаны. Вот, соответственно, вот наша задача привести в соответствие все это установка инфраструктуры, касаемо как раз-таки нормативного объема образования отходов. И, соответственно, эта проблема, она сразу сойдет на нет. Крупногабаритный мусор все остается так же. В нормативной базе есть объем образования крупногабаритных отходов на человека, соответственно, ну, с квадратного метра. Мы берем, ну, эти данные есть. И с таким же, скажем так, объемом, лимитом на специализированные бункерные площадки, которые приспособлены под установку бункеров, будут также устанавливаться бункера. То есть здесь проблем нет. Также эти отходы будут вывозиться в таком же порядке. Единственное, что у нас под договорным отношением вывоз крупногабаритных отходов производится по заявке. То есть вот так. То есть баланс-содиратель территории, он заказывает у нас бункер, мы установили его. И как он считает, что бункер накопился, соответственно, мы уже вывозим. Но это мы не берем строительные отходы. Вот это отдельная, то есть стройка, для этого отдельный бункер заказывается. Это совсем, как говорится, уже другая история. Да, это каждый собственник жилого помещения обязан, грубо говоря, либо он должен обратиться в управляющую компанию с таким вопросом, либо к региональному оператору напрямую. И заключив договор, соответственно, наша компания предоставляет инфраструктуру и вывоз. У нас проблем, в принципе, с МОСУБЛРЦ нету. Больше, скажем, вопросов возникает у контрагентов, то есть у представителей управляющей компании при заключении, скажем так, так называемого трехстороннего договора. Но у нас также возможно и заключение прямого договора с региональным оператором. Если мы заключаем трехсторонний договор, то эту ответственность по должникам, неплательщикам на себя берет МОСУБЛРЦ. Если заключается прямой договор между управляющей компанией и региональным оператором, то этим вопросом уже должен будет позаботиться управляющая компания. У нашей компании есть сайт, интерактивная карта, на котором есть. И на этой интерактивной карте каждый житель может посмотреть свое, скажем, муниципальное образование, свою улицу найти. И на этой карте будут отображаться иконками с графиком вывоза, то есть полностью под какой отходы состоят, какая инфраструктура. Либо это бункер стоит для крупногабаритных отходов, либо это стоят контейнеры для твердых коммунальных отходов, либо это контейнер стоит для раздельно собранных отходов. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ